Я хочу еще одно слово предоставить, еще одному голосу, уважаемому нашему алиму. Второму мне необходимости говорить много о нем, потому что сидящий перед нами в мечети, все его знают. Мухаммад Ханафи, ассаламу алейкум, арахматуллах, 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 мы желаем сегодня вас услышать. Арахматуллах, 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 у-баркатуллах. Дорогие мои братья, первое, за что мы всегда должны обращать внимание, это делать шукру Аллаhanу за такие мажлицы. За такие мажлицы, где мы спокойно, как здесь напоминали, мы можем сегодня, сегодня можем мы встречаться с нашими уважаемыми алими, спокойной атмосферей, чтобы получать от них баракатные знания. Аль-Хамду лиллах за этот баракатный мажлис в этой баракатной селе Удабари. Пусть Аллаху Та'ала вот этим мажлисом сегодняшним, который мы посетили, еще больше и больше не спочет баракат на это село. Убережет от бед. Судный день, дорогие мои братья. Пророк, алей-салат, говорит, когда воскрешит людей, воскрешит в том числе и алимов, и абедов. Абедам скажет, говорит, как приводится книга Таргиба Таргиб, «Войдите в мой рай, по моей милости, за те усердия, которые они усердствовали в богослужении». А алимум скажет, говорит, «Киф, хатта ташфа алина сири ма ахсанта азабау». А ты, говорит, подожди, так же, как ты в Дуния воспитывал людей, наставлял людей на путь истинный, на путь рая, так же, сегодня, говорит, стой и делай шафаат этим людям, чтобы они тоже вместе вошли с тобой в рай, а не ты один, чтобы ты входил в рай. И так же, пророк, алей-салат, говорит, что Всевышний Аллах скажет, «Инни лям ада альми фикум ли уазибакум», говорит, «Я не вложил в вас мои знания, для того, чтобы сейчас, сегодня, в судный день, подвергать вас мурчанию или же наказанию». Улема и ученые, толкуя этот хадис, они говорят, что обращают внимание на то слово, где говорится «Инни лям ада альми», «Я не поставил в вас мои знания». Там говорят «Ильми», не общий любой «Ильм», а именно те знания, которые человек приобретал ради довольства Всевышнего Аллаха, посредством которых он поступал ради довольства Всевышнего Аллаха. Вот такие знания принесут пользу и ему, и так же Асталину, и в Дуния, и на том свете тоже. Дай Аллах, чтобы были такие «Ильмина». Те времена, как нам всем известно, трудные времена, как сейчас на это указал наш брат Мухаммад Расул Хажей, те времена были трудные времена. В те времена невыгодно было, если так взять, не было пользы Дуниялской, как кажется, то есть Дуниялской пользы в каком смысле? Вон как должность, или же звание, или же статус, чтобы быть алина. Поэтому в те времена кто учился? Учился тот, который только лишь искал довольства Всевышнего Аллаха. В наши времена, когда стало удобно или же даже выгодно быть алимом, или же имамом, сидеть вот вместе с этими главами, или же там другими людьми, когда вас почитают и вот сажают на такие места, сейчас смешались и такие алимы есть, и такие названиями тоже алимы есть. Дай Аллах, чтобы мы не теряли эту искренность, чтобы наши приобретения к знаниям будут ради довольства Всевышнего Аллаха, как и это требуется. Иначе просто знания, голые от Амала, в котором отсутствует их вас, искренность ради Всевышнего Аллаха, это будет подобно Иблису, или же войску Иблиса, который увеличивает больше заблуждений на этом свете. Потому что Иблис намного лучше знает, чем мы, если так взять знания, но отсутствует Амал, отсутствует искренность, отсутствует богобоязнь нас хащет. Дай Аллах, чтобы наш Ильм был таким, который сопровождается с Амалом, ради довольства Всевышнего Аллаха. Пусть Аллах не спешит баракат наших алимов, Ахмад Хаджи и остальным нашим докторам, чтобы они были настоящими наследниками Пророка, алейхи салату вассалам. То есть, чтобы они были рахматом для всего мира, так же, как посланник Аллаха, алейхи салату вассалам, был рахматом для всего мира. Дай Аллах на такову тавфи. На этом ограничусь. Валхамду виллахи, рабби на алихмин. Вассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.